всем доброе утро у нас сегодня вторник 27 апреля почему я вам показываю костину одежду потому что сегодня он ну не только он вообще все дети которые ходят в группу садик должны прийти в синих цветах интересно у них такая программа сейчас идет в общем они изучают цвета изучают фрукты его овощи по этим цветам сегодня короче все идут на этой неделе вот во вторник в синим завтра нам надо будет принести в общем мы завтра несем сливы и они по моему завтра будет рисовать сегодня они как-то этот цвет будут проходить я уже на прошлой неделе у нас была неделя зеленым цветом делю до этого была желтая неделя на первой неделе апреля была красная вот и вот каждую неделю было пару родителей которые должны были принести нам там все расписали нам дали списки что в какой день ребенка одевать в какой цвет желательно по возможности вот и в какой день какой ребенок должен какой фрукт или овощи собой принести определенного цвета вот сидит в пижаме еще готовится завтракаешь да что ты кушаешь колбасу вкусно кушай нормально кушай подогрей волшебное слово подогрей пожалуйста подогрей подогрей пожалуйста подогрей все раз я не увидела понятно лайк поставил лайк вкусно и расстраивайся расскажи но она же вырастает и превращается в бабочку у нее появляются крылышки она улетает гусеничка у кости такая игра на телефоне там надо гусеничку короче ну ка подожди я покажу надо вот это гусеничку коленки с синяками попали гусеничку надо кормить играть с ней до кости рисовать с ней покажи где мячик вот и кости с ней возится играет рисует спать укладывать листиком укрывает да хотите да покажи хочу сделать бы другую какую другую но потом в общем это гусеничка вырастает и превращается в бабочку и улетает и надо новую гусеничку выращивать и кости каждый раз плачет когда бабочка улетает так у меня значит есть пять минут еще свободного времени перед работой вышла на балкон потому что пусть там музыку громко слушает хотела вам рассказать наши новости с работаем на коллега которая беременна она ушла досрочно так сказать она короче на месяц или даже полтора месяца на шесть недель раньше вышла в декретный отпуск потому что врачей запретил работать вот в общем она больше не работает и ну как я поняла через год она планирует вернуться но там там будет видно что будет через год и коллега с которой я делаю паузу которая собиралась уходить которая вечно всем недовольна она в общем решила первому мая уходить я вам об этом уже тоже рассказывала уволилась уже нашла место в другой аптеке и суть в том что она погорячилась она теперь решила что она не хочет увольняться она решила что она хочет оставаться поэтому холодно тут ты вон танцы устроил смотри какие кричишь с музыкой так все время подошло давай пожалуйста садик собираться посмотрите это у него самолет вот этот перевернуть стол это домик вот он внизу и так константин саду я в машине я хотела вам показать я хотела вам показать что так 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 а где она где она так так ты осветилась ну вот светилась светилась ну ладно не найти мне сейчас короче как-то можно перескочить по моему она будет показывать не найти мне сейчас ну ладно мне уже надо бежать принципе на работу короче тормоза мне надо менять тормозные колодки диски не надо как сказали мне хотя я была уверена что диски тоже надо менять отгадайте в какую копеечку мне это все встанет но можете в комментариях ваши догадки писать сколько у нас это стоит поменять тормозные колодки если задуматься что ездила я последние 7 лет и ничего не меняла то в принципе это недорого если этих колодок конечно хватит на следующие 7 лет снова вот такие вот дела все я побежала на работу так я на сегодня отработала вы знаете что в апреле сливы это это очень редкое явление и было нелегко их найти вот нашла в рейве у нас тут это единственное что я могла найти в магазине других я не нашла потому что есть разные сорта есть такие поменьше они длинненькие они как-то больше на сливы похуже чем эти ну вот это константин завтра собой садик возьмет как я устала работать в этой маске если бы вы знали я не знаю как мы летом будем это выдерживать потому что летом когда будет жара конечно будет очень тяжело у меня иногда крошится голова у меня такое ощущение что я сейчас упаду в обморок вот но что же дело я начинаю с 1 мая то есть со следующей недели уже начинаю больше часов работы так как я и планировала как я и хотела но кто меня смотрит тот знает что когда я поступала на работу в эту аптеку то там была начальница женщина и вот я с ней вот это вот обговорила вообще-то при первой нашей встрече когда она меня брала на работу я рассказала свои планы я и рассказала что ребенок идет садик что я хочу сначала посмотреть как это все будет прям какой-то там мужик роется в своей машине попадает мне в кадр и в общем вроде как она сначала согласилась и все было нормально с этим условием как бы я устроилась на работу что сначала первые может пару месяцев полгодика я посмотрю как я со всем этом буду справляться как ребенок вообще в садике будет как я буду все успевать и дом ребенок садике работа и потом если все хорошо будет я хотела бы пойти на больше часов работать вот так мы с ней договорились но потом когда пришло время когда я заметила что все идет прекрасно шла к ней не сказала что я могу в принципе начать больше работать на что она так тактично увиливала от ответа не говорила ни да ни нет не конкретно не отвечала начинала все время как-то вокруг да около говорить намеком на то что хотела бы на если типа я буду больше часов работать тогда чтобы я начинала работать после обеда или один какой-то целый день полностью с утра до вечера у нас был два раза разговор на эту тему два раза она тактично нет не не отказывала мне тактично как-то так сливалась не говорила ни да ни нет может быть что-то там посмотрим когда-то и вот сейчас когда пришел наш новый шеф просто человек взял спокойно и поднял мне часы рабочие я не знаю в чем проблема была у нашей прежнейшей кости сказал что он сниматься не хочет в общем мы сейчас с ним едем в югентом скинуть письмо нам надо это же для того чтобы на садике дальше дальше дали больше часов что кости имеют право находиться больше часов ты готов скидывать письмо ой он не хочет сниматься ладно все кости сказал что он сам будет скидывать письмо сейчас пойдем он кинет будет садики чуть подольше а 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 но и на этом мы наш сегодняшний влог будем заканчивать такой он получился немножко наши дела наши новости рассказали обычная обычная наша жизнь повседневная сейчас кость еще немножко погулять хочет но вроде погода налаживается завтра должно быть чуть потеплее солнышко светит ветер правда холодный на этом я заканчиваю всем спасибо за просмотр всем пока а а а а а а